Оно уже, на мой взгляд, за 100 дней доказало, что оно не может это изменить. Это правительство Додона. И здесь была главная ошибка Додона. Он думал, что он поставит технократов, и они будут работать. Все, что они будут делать хорошее, он будет присваивать себе. Все, что плохое, валить на них. Но с самого начала акценты были расставлены правильно. У нас народ не идиоты, и все сразу поняли, что это его правительство. И Тику это понял. Поэтому это правительство не самостоятельно. Оно на каждый чих и кашель Додона оглядывается. Они не хотят принимать какие-то решения. Все схемы, все согласовывается. И Додон сейчас, который думал, что он будет кукловод, как Плохотнюк, и дергать за веревочки, и только вещать о каких-то хороших вещах, должен отвечать за много плохих вещей. Он думал, что он станет героем, а он должен сейчас ответить, почему тарифы поднялись на транспорт на 45%. Почему вместо двукратного увеличения пенсий тем, у кого пенсии меньше прожиточного минимума, сейчас эти пенсии снизятся. Почему схемы все остались за все скандалы, за все эти тендеры. Почему закон о миллиарде не аннулирован, и деньги не пошли в бюджет. Почему не поступает внешняя помощь. За все это, а это вот все произошло всего за 100 дней. Честно говоря, я вот честно вам скажу, я думал, что, ну, думаю, технократическое правительство, они все-таки что-то начнут как-то показывать. Я не думал, что будет такое слабое правительство. И за 100 дней... Оно разве слабее того предыдущего Майя Санду? Не, оно, конечно, слабее. Оно, во-первых, не самостоятельное. Я не хочу розовыми красками обозначать ток правительства, которое было. Мы внутри его тоже критиковали, и многие вещи я бы сейчас сделал бы по-другому. Но точно, что то правительство было самостоятельным, то правительство не было коррумпированным. Ошибки, которые были допущены тем правительством, они не носили характер схем. Это были ошибки, это были ошибки. То, что сейчас делается, это схема преступления. Это то правительство не было зациклено на обеспечении мандата президентоком, то, что делает это правительство. Поэтому самая главная проблема, что у нас нет правительства, как вот как в парламентской республике, у нас нет правительства, которое было бы главным органом управления, исполнения законов в парламентской республике. У нас есть президент Додон и министр, которых он там расставил и вызывает на нарядках председателя колхоза.